мы всем привет с вами rdms это вторая часть обзора новых карт дополнение марш короля лича в прошлом видео я комментировал карты нового класса рыцарь смерти многие из них очень сильные некоторые я недооценил это как лорд ребрат вполне может быть хорошим финишером для одного из новых новых архетипов для этого класса это на токенах да то есть призвать кучу каких-нибудь големов там 77 за большое количество трупов было бы очень сильно не все смогут почистить этот стол целиком не все а может быть и карты не найдется уже даже у тех у которых есть возможность это сделать это первый архитип да то есть на токенах то есть призыв и их баф их будет много там кит свои синергии это ладно второе это будет архетип завязано это будет темпа агро архетип с большим количеством хила там куча карт разных там баф руки и из всякие заклинания которые как бы и немножко контроль от стол и дают нам много здоровья то есть то есть мы не будем страдать от нашей агрессии то есть мы будем и агрессировать и хилиться агрессировать и хилиться это хорошо третий архетип это контрольный завязано магии льда там много добора много заморозок то есть куча контроля то есть вот такие основные три архетипа которые будут в этой игре это что касаемо короля лича а сегодня я перейду к картам для наших других классов это будет паладин и шаман пожалуй я начну вот с паладина я еще карта не видел я еще карта да вообще ни одной карты не видел до этого то есть первый раз все смотрю вот первая карта за одну ману ваш герой получает три катаки до конца хода жажда маны 4 и похищение жизни жажда маны это условия то есть у нас должно быть 4 маны да то есть тут написано жажда маны бонус если у вас есть x кристаллов то есть на первый ход 2 3 эта карта будет давать только три катаки а на 4 или на 5 пока точно не знаю но я думаю на 4 она будет давать какой-то дополнительный эффект если у нас осталось 4 маны то есть мы можем на восьмой ход потратить их там 6 у нас и у нас карта не будет активирована так как нам надо неплохая карта в агрессии в игре там может быть в рекрута паладина сейчас данный момент у нас играют рекрут паладин стандарт в стандартном формате и контрольный в контроль это вряд ли подойдет хотя не знаю с похищением жизни с похищением жизни опять же хочется хочется вот новые карты все они хорошие можно вот по одной штучке положить так попробовать да и в агрессию хорошо потому что три катаки да может быть там одну штучку одну штучку вы рекрут паладина хотя хотя не факт хотя не факт может быть какой-то новый агрессивный паладин появится а вот с такими картами ну в принципе неплохо 7 из 10 поставлю я думаю нормально неплохая карта следующее за 3 маны существо получает 33 божественный щит наносит три единицы урона вашему герою ну может быть какая-то синергия с нанесением урона по нашему герою будет не знаю не видел еще карты но 33 и божественный щит получить за 3 маны неплохо опять же в да даже в паладина рекрутах может пойти до под забав какой-нибудь хороший раз с божественным щитом или опять же в нового какого-нибудь агрессивного паладина 7 с половиной из 10 как бы нормальная картонка 3 урона вот мы за счет предыдущей карты можем это компенсировать и восстановить все хп за счет причине жизни так следующая карта за 1 маны 21 очень хорошо божественный щит боевой клич наносит 2 единицы урона вашему герою ну наверное точно какая-нибудь энергия будет ну что за одну маны 21 божественный щит это сильно и но явно это не компенсируется вот этим уроном который мы получаем то есть как бы за один маны 21 божественный щит это просто сильно но нормально два урона это уже слишком значит будет какая-то синергия определенную неплохой такой первый дроп первый дроп опять же вот именно какой-то агрессивной колоды для какой-то новой агрессивной колоды на новый архетип создаться до агро паладин следующая карта за 6 маны а ну какая оценка просто так я поставил бы вот где-то максимум 7 из 10 но в синергии наверное 8 с половиной из 10 может быть ну что-то это нам даст два урона по нам ваше следующее существо паладина разыгранное этом ходу будет расходовать здоровье аниману так у нас паладин превращается медленно в чернокнижника на самом деле эта карта сильная за 6 маны 5 5 то есть небольшой недостат но при этом это компенсируется очень жестким эффектом ну не знаю на шестой ход поставить там 5 5 и рагнароса который хилит нас за 8 мы потеряем эти 8 кп и сразу их восполним и у нас на шестой ход 5 5 и 8 8 с каким-то эффектом неплохая карта 9 из 10 поставлю потому что на самом деле она сильно эффект очень сильный и мы мало мало теряем то есть за 6 маны 55 то есть это почти нормально и еще какой-то крутой эффект классно 9 из 10 следующая карта за 2 маны ваше существо получает рик атаки ваш герой получает плюс 2 к атаке до конца хода ваше существо получает рик атаки ваш герой получает 2 к атаки до конца хода то есть существо постоянно будет иметь этот бонус а ваш герой получает 2 к атаке но агрессивная агрессивная колода какая-то новая да даже в рекрута паладина зайдет до подбавить наших токенов и просто в какую-то агрессивную колоду темпо агрессивную колоду какую-нибудь новая которая появится понятно что не в контроль для контроля здесь пока ничего нет ну нормально семь с половиной из 10 неплохая карта в агро паладина или в рекрута паладина только взамен чего ну я думаю замена к это найдется 5 ур это может сказать что за за 2 за 2 маны 5 урона 5 урона так легендарная карта за 2 маны 3 2 когда вы призываете существо с атакой меньше чем у этого существа она получает божественный щит и натиск две маны эффект так-то сильный божественный щит и натиск может быть как можно запросто как-то разбавить руку у паладина это легко получается там за счет добора за 3 маны 22 за счет оружия за 103 там и просто какие-то бафы есть за 3 я не помню как они называются но вот за 3 заклинание которого которое вражеское или союзное существо делает 1 1 оставшиеся характеристики передаются в руку каком-то нашему существу подзабавьте существо выставить его за 2 маны там 5 4 5 4 ну нормально 5 4 и причем призывайте существо то есть призывайте то есть это могут быть те же самые паладины рекруты или какие-то карты в агрессии хорошая карта 8 с половиной из 10 явно найдет свое применение много где ну вот в двух архетипах ну в контроле вряд ли но в контроль нет это не будет играться в контроле то есть на данный момент такие карты на данный момент такие карты они все хороши они все хороши может быть только первые выглядят слабовато слабовато вот первая выглядит слабовато третья вторая выглядит нормально ну вот слабовато это выглядит эти три нормальные карты а вот эти две сильные и ну эпическая легендарно они должны быть сильными до рекорд паладин там чуть-чуть его изменить или в агрессивного паладина в нового очень хорошо зайдет мне эти карты нравятся дату ну они нравятся и новая механика еще так ну что ж я перешел к шаману я перешел к шаману интересно что у него за 5 маны 22 провокация предсмертный хрип призывает нежить 6-6 провокации за 5 маны 22 призывать 6-6 слабовато за 5 ну не сильно не сильно пока пока без следующих карт это выглядит не сильно у нас есть за 4 маны 11 который призывает 35 ну понятно что по характеристикам у него 46 а у этого 88 но этого присмертный хрип с таким же успехом и вместо этой карты можем положить за опять мана 11 который призывает 58 да то есть это по статам сколько получается 69 то есть 15 а здесь 886 но нет наверно это все-таки посильнее будет статья 58 по выгоднее чем 66 все-таки 2 или 2 лишних здоровья 22 нам и все равно это существо быстро умирает ну не знаю пока что на вид 6 половиной из 10 зависит от того какие карты дальше будут может там жесткая синергия теперь появится у шамана с пресмертными хрипами но и тому же это еще нежить может быть что-то тоже будет следующая карта за 1 мана 13 это уже хорошо все пресмертные хрипы которые получают это существо срабатывают дважды неизвестно что будет какие пресмертные хрипы можно будет давать этому существу но выглядит неплохо потому что за ну вот за эту карту сколько я сказал 6 половиной из 10 до за эту карту можно смело ставить 8 из 10 и 9 из 10 зависимости от синергии с пресмертными хрипами потому что но я вижу что то карта была с пресмертным хрипом и это что-то что-то придумывают 8 из 10 пока поставлю зависит от следующих карт то есть один за 1 мана 1 3 с эффектом это всегда здорово и это тоже нежить что-то каждый я смотрю все карты нежить все карты прям все даже во время выхода дополнение затонувший город там было мало количества наг поэтому с ними синергии были только у низких колод нескольких колод в данный момент уж шамана лидируют это мурлок шаман и контрольный шаман пока эти карты туда не заходят не знаю что еще тут будет ваших существа получат пресмертный хрип наносит рейдинг с урона случайному противнику то есть уже появляется вот у нас особенности то есть эта карта за 4 маны будет иметь 1 3 плюс еще 6 урона случайным противником чем противникам не существам а именно что противникам то есть может быть может быть придумывать какой-нибудь а т.к. а т.к. с вот этой картой ну чем-то напоминает чернокнижника опять же да с ее этой филактерии покров в тени ну нормальная карта допустим на 4 существ бросит уже 12 урона контрольно с предыдущей карты это еще там 15-18 да то есть это это намного сильнее и это тьма хотя ладно тьма у нас появилась у шамана по моему особо тьмы у него не было ну ладно жалко жалко что это не на чернокнижника хотя она была бы жесткая имба нормально 8 из 10 тоже оценю потому что есть потенциал придумать какой-нибудь т.к. или просто добавить в новый архетип на присмертных рипах шамана присмертных рипах нормально следующий карта ваша стопочет при смерти лип ваш существа получает плюс 1 плюс 1 что значит что значит плюс ваш существо получает плюс 1 плюс 1 и так полагает на столе причем смотрите здесь двойной двойное существо то есть не все а именно что нежить мурлок на то есть энергия с двумя типами гнило жабер или гнило жабер не знаю как тут ударение ему посадить гнило жабер наверное за 5 маны 3 6 это не сильно ваше существо но это присмертный боевой клич кстати да то есть но это нужен под какой-нибудь за спам то есть мы имеем три существа ну максимум и это существо выставляем и когда умирают дай бог они по очереди буду умирать они будут по очереди бафиться но вот этой карте я бы поставил просто вот смотря она это еще и нежить мурлок да может быть в мурлок шамана можно будет добавить предыдущей карте никуда бы не пихнуть кроме как нового архетипа да ну может быть может быть что-то добавить вот эту тройку еще как-то можно впихнуть в другие архетипы до того же шаманов на мурлоках да во все а вот этот вот именно что в мурлоков и в новый архетип который забудет завязано при смертных хрипах для для контроля вот это вот ваш существо получает плюс 1 плюс 1 особо не надо ну вот у нас три существа и допустим двое умерло и одно из них получила другой наш получила 22 ну так вот 7 с половиной здесь и то есть как-то не особо смотрится даже я бы сказал 7 из 10 не особо смотрится она зайдет наверное на под те колоды которые хорошо выставляются тоже самый мурлок шаман да и к тому же это тоже мурлок на на туда это и зайдет на на это и зайдет да то есть какой-то баф то есть хочешь потратить стол а у тебя нет возможности а есть возможность только уничтожить несколько существ и их уничтожаешь и хобана другие существа получили там о ваш сучитов получают хорошо то есть я уничтожаю 1 и другие получают плюс 1 плюс 1 22 и тд ну вот в мурлок шамана хорошо куда то можно будет пихнуть 70 половину здесь и в аше существо получает в мурлок шамана очень хорошо убиваешь 1 мурлока а другие получает 11 умер Бифа 2 остальные еще 2, да. Ну, хорошо, неплохо. Причем муртков много, бафа много. Окей. 7,5 из 10. Может быть, это вообще будет картный имба, который понерфит. Пока не знаю. За 2 маны аура ткача смерти ваше существо получает пересмертный хрип, призывая 2 зомби, 3,2. Призывая 2 зомби, 3,2, перегрузка, 1. Ну, это жесткая карта. Это жесткая карта. Это 9 из 10. Это великолепный заспам. То есть, мы за 3 будем иметь 6-4 с провокацией за 3 в виде двух существ. Это очень сильно. Это очень сильно. Ну, я учитываю перегрузку, а еще и за 2. А если бросить на первую карту, допустим, на второй ход с монетки, на первую карту, она призовет 4-3-2, с которыми хрен справишься в начале игры, если как-то повезет тебе с зачистками начальными. Или все, ты влетаешь, тебе просто влетает там 12 урона, а то и больше. Это сильная карта, 9 из 10. Она очень жесткая. Может быть, ее будут нерфить, делать с перегрузку 2. Потому что ну, 2 зомби, 3-2 слишком. Ну, или может, я вообще как-то переделаю, там, сделают за 1 ман и 1 зомби. Может быть, не знаю. Но 2, ну, за 2 ман и тут малая стоимость перегрузки. У нас за 3 карты дают просто 2-2 существа. 2-2-2 существа. И все. Ну, может быть, к какому-то типу, который относится. А это нежить. Их 2 штуки. И они 3-2 с провокацией. Так что это это сильно. 9 из 10. Ну, и еще одна карта. За 3 маны нежить неживой герой. Боевой клич. Призываю 2-х зомби 3-2, если ваша нежить погибла после вашего прошлого хода. Не знаю, что значит после вашего прошлого хода. Может быть, это вот мы выставили на прошлом ходу, и противник уничтожил существо на своем ходу. Тогда на этом сработает эффект. Но я думаю так. То есть, если мы на прошлом ходу выставили существо, которое противник на своем ходу уничтожит, то это с каким-то эффектом будет. Выглядит неплохо. Выглядит неплохо. Какой-то, опять же, заспам. Вот опять же, да, то есть, если... Ну, я бы оценил это на 8,5 из 10. Нормальная карта. То есть, все нормальные карты. Вот, может быть, только первая выглядит слабовато, первая слабовато выглядит. Она и простая, и как бы ничего с нее не взять. Она выглядит слабовато, но вот остальные уже вместе могут что-то и сделать. То есть, вот это, 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 это карты, они все что-то призывают, дают пресмертные хрипы, причем сильные. Вот это может в мурлок шамана пихнуть, или в эту же колоду. Короче, по паладину... По паладину что-то в рекрута. Ну, тут какие-то карты можно и в рекрута добавить. Да, вот, вот это, вот это, и вот это даже тоже может быть. Да и вот это можно. Также это еще и в агрессивного можно все вложить. В агрессивного паладинчика нового. А в контрольного, ну, может быть, первую карту. Первую карту и шестую карту. Ну, и эту, да. Ладно, короче, тут и в нынешние архетипы может тут несколько картонок залететь, и новый архетип создается, да. То есть, видно. А шаман? Шаман. Тоже создает новый архетип. Шаманы при смертных хрипах. Это в мурлок шамана. Это тоже можно в мурлок шамана пихнуть. Да много чего тут. Короче, нормальные карты. И в нынешние архетипы они могут залететь, и в и новые создать спокойно. Сейчас. Ну, на этой ноте я закончу. Достаточно сильные карты для паладина и шамана создают новые архетипы и прекрасно вносят что-то новое в нынешние архетипы, которые мы сейчас имеем. И это еще помимо нейтральных карт, которые я не смотрел, там тоже, наверное, куча всего будет, поэтому архетипы новые точно стоит ждать. И даже очень сильные. И даже очень необычные, да. Агрессивный паладин. Ну, в принципе, агрессивный паладин был, а вот шаманы при смертных хрипах, я такое не помню. Думаю, что-то сильное будет. Думаю, что-то сильное будет. Ну что ж, на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok